Следующая локация изучения в Ташкенте – Алмазарский район. Ситуация по подготовке к осенне-зимнему сезону социально значимых объектов, как свидетельствуют видеокадры, желает быть лучше. Много недостатков, которые требуют немедленного решения. Республиканская рабочая группа, в которую вошли ответственные лица народных приемных, Министерство по чрезвычайным ситуациям, руководители секторов, представители соответствующих ведомств и организаций, ознакомилась с подготовкой к осенне-зимнему сезону жилого фонда социальных и других объектов Алмазарского района столицы, глубоко вникая и в проблемы населения, принимая необходимые меры по их решению. Вот это обветшалое здание Махалинском сходе граждан Маскин во втором секторе – 32-е общежитие в четыре этажа, находящееся на балансе Ташкентского агрегатного завода. В 127 квартирах ютятся более 300 человек. С первых шагов вовнутрь можно понять, насколько здесь все запущено. Везде беспорядок, полы давно устарели. Кухня общая, которая имеет только природный газ. Вроде бы она нужна всем, тем не менее, как показывает реальное положение дел, никто не печется о ее должном состоянии. Душевые также не отвечают требованиям. Их всего два на всех. А ведь можно построить по два на каждом этаже. Устарели трубы горячей воды. В таких условиях живут, воспитывают детей. Не лучше выглядит и детская площадка. Территория вокруг неблагоустроена, ничего не растет, кроме камыша и в стенах. Не поверите, даже куст помидора благополучно пустил корни. Столица разрастается за счет смелых архитектурных решений, возводимых современных зданий. Тем не менее, каждый недостаток, даже самый на первый взгляд, незначительный на фоне такого созидательного бомба в центре внимания государства. Ибо все это вкупе создает общую картину нашей с вами жизни. Обеспеченность и равнодушие, поверхностное отношение к данному вопросу, что в принципе в памяти долгих предыдущих лет, приводит, как мы видим, к обычной безалаберности и порождению новых проблем. Немало их и в 24-м доме в этой же Махале. Вот уже 10 лет ждут, как поменяют краник в основной трубе теплотрассы. В подвальном помещении седьмого подъезда прогнили трубы. Много жалоб на бывших руководителей ТЧСЖ, которые якобы безответственно относились к своим обязанностям. Не отвечают требованиям и внутренние дороги, которые могут стать причиной возникновения других проблем. В 24-м доме проживает Рамзия Харьянова. У одиноки 73-летней женщины Астма. Говорит, что 12 лет не видела сестру. Да, социальная помощь оказывается, но ей нужен присмотр. Благо, есть, что почитать книг в шкафу более тысячи. Многие из них сыреют от дождевых капель, просачивающихся через крышу. Ответственные лица говорят, что кровля покрыта профнастилом. Откуда тогда вода? Ни одного ребенка сегодня на детской площадке сзади 4-го дома по улице имени отчиля Бубодженова Махалинского схода граждан Минскин. Причина в том, что на этой территории находится районный туб-диспансер. Через ворота с другой стороны двора проходят больные, часто посещая местные торговые точки. А на автостоянке реализуются строительные материалы. Бетонные тротуары осили. Давно было возведено здание Махалинского схода граждан Бешкургон. Ныне оно в аварийном состоянии. По словам заместителя председателя Махали, начато строительство нового. Даже если так, неужели данный объект так и будет продолжать разваливаться на глазах? Электричество не отключили от сети. Комнаты в беспорядке. Даже кто-то жил здесь. Территория покрыта засохшей травой. Негоже оставлять без внимания здание, пока не отстроили новое. А активисты Махали временно переселились в Чайхану. Но и она требует к себе должного внимания. Инвентарь устарел. Отслужили свой срок старые опоры линии электропередач. Кажется, провода сами поддерживают их равновесие. Удручает состояние регационной ветки с задней стороны здания. К тому же рядом кто-то построил сооружение, еще кто-то в жилой дом. То есть население постепенно занимало прилегающую территорию. Вдоль воды возвели коровники. А ведь охраняемая зона должна составлять от 3 до 5 метров. Если во время ненастья потоки воды будут задерживаться, жди подтопления домов. Кого же тогда винить? А лучше предупредить нежелательные случаи. А улицы Бешхургон надо покрывать асфальтом. Местные жители сами выполнили часть этих работ. Однако нужно завершить их еще на 200-метровом участке. Столкнулись с некоторыми проблемами и в третьем доме по улице имени Ньозова-Махалинского схода граждан Орзу в 4 секторе. Из-за аварии в основных устаревших трубах теплотрасс в подвалах многоэтажек собирается вода. Примером тому и 4-й дом. Специалисты приступили к устранению недостатков. Усилиями ТЧСЖ проводится бетонирование подвальных помещений. Сказали, что требуется частичный ремонт кровли третьего дома. Поднялись наверх и перед нами предстала такая вот картина. Чердак заполнен строительными материалами и прочим хламом. Некоторые изделия легко воспламеняющиеся. Вот так мы сами усложняем себе быт. А в 41-м доме протекает крыша. Нуждаются во внимании внутренние дороги. Нет автостоянки. Нечем поливать растительность. В плохом состоянии ирригационные системы. Что становится причиной скопления дождевой воды в подвалах домов. Изучение республиканской рабочей группы продолжается.